Все чаще ответственные службы поднимают вопрос о пагубных привычках в кругах школьников, так как в последнее время употребление легких наркотических веществ распространяется среди подростков. Такая шалость не может пройти бесследно и наверняка в дальнейшем перерастет в зависимость. Именно поэтому встречи в формате дружеской беседы с учащимися все более популярны, а представители заинтересованных ведомств пропагандируют здоровый образ жизни. Спорт против наркотиков – таков лозунг этого мероприятия, главными участниками которого являются ученики гимназии музыкально-холеграфического образования. Нельзя не отметить то, что в этом учебном заведении уделяется большое внимание неудобной теме наркотиков и других пагубных привычек. «Мы стараемся донести до своих учеников, какие последствия ожидают людей, которые хотя бы раз решились попробовать эту отраву», говорит преподаватель Громедин Исмаилов. И посредством спортивных состязаний и творческих занятий пытаемся приобщить ребят к здоровому образу жизни. «Мы хотим, чтобы вот это поколение выросло здоровыми. Наша цель, задача заключается в том, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, чтобы занимались физкультурой, спортом, а наркотикам, чтобы сказали «нет». Актуальность подобных встреч подчеркивают и приглашенные гости. В своем обращении к ребятам они отметили, что, возможно, сидя в зале, каждый из подростков думает, меня-то это не коснется, но застраховать себя невозможно. Ведь зачастую плохая компания становится главной причиной вовлечения несовершеннолетних в эту опасную игру. С этим согласен и десятиклассник Камиль Магамдеров. Круг общения определяет многое. Лично я и мои друзья сделали выбор в пользу спорта, говорит юноша. Я считаю, что сегодняшняя тема спорта и наркотиков очень актуальна, потому что большинство подрастающего поколения выбирает неправильные пути, употребляют наркотики. Мало кто сейчас занимается спортом. Спорт важен в жизни. Во-первых, можешь постоять за себя, защитить слабых. Во-вторых, для здоровья полезно тоже заниматься спортом. Если стоит выбор между спортом или наркотикой, конечно, спорт надо выбирать, потому что наркотики – это неправильно. Антинаркотические встречи и беседы в учебных заведениях накануне летних каникул – как на путстве ребятам. Преподаватели и гости как бы обращаются к детям. Посвящайте себя и свое время полезным занятиям, занимайтесь спортом и развивайтесь творчески. Тогда никакие отрицательные явления не смогут вас сбить с правильного пути. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.